Русская и советская интеллигенция. Олен Безансон. Отрывки из предисловия книги Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Издательство «Файяр», 1972 год. Правительство и интеллигенция принадлежали к одному миру. Нравилось им это или нет. И уничтожение советским государством старой интеллигенции было осуществлено путем обращения к массам, а также посредством демократизации. Младший офицер Красной Армии, школьный учитель, классная дама были призваны судить художников московского авангарда, поэтов-символистов Петербурга. Правительство и сегодня может натравить их на интеллигенцию во имя патриотизма и эголитаризма. Живя по-прежнему в гетто, интеллигенция еще больше, чем прежде, боится погрома. Поскольку русская мысль путала понятие церковь с понятием общества, она в революционной традиции сделала политику конечной целью человеческих устремлений и эквивалентом поисков спасения. А в нереволюционной традиции, из-за существования непреодолимой пропасти между градом Божьим и градом человеческим, она сделала отказ от политики обязательным условием личного спасения. Меньшинство среди меньшинства Высокий слой интеллигенции к 1917 году был охвачен тем же экстремизмом, что и европейский авангард, который в России окрасил себя в цвета смерти и апокалипсиса. По своему влиянию и значимости, этот слой не имел и сотой доли того, что было у низкого слоя интеллигенции. Старая гвардия революционеров – Белинский, Чернышевский, Плеханов – были уже давно забыты верхним слоем, а на уровне слоя нижнего оставались настольным чтением образованных учителей, техников, бригадиров, которых выдвигало вперед новое индустриализованное общество. В провинциальных городах на Волге дети школьных инспекторов зачитывались Чернышевским и Плехановым, терроризировали домашних марксистскими идеями, судили обо всем, все отрицали, и вот вам Ленин. А еще ниже лежала русская деревня. В городах массы покинувших деревенский уклад крестьян, пролетарии на заводах и фабриках с плохим освещением, униженные еврейские лавочники и их дети, вокруг них многонациональный народ. И вот грянула война, и Нева вышла из берегов. Высокий слой интеллигенции уничтожили мгновенно и целиком. Она исчезла в хаосе гражданской войны, в период голода и тифа, была расстреляна новой властью. Власть выбрала активных из низкого слоя, при этом ненавидя их. Еще до смерти Ленина, к началу НЭПа, все интеллектуалы были либо мертвы, либо уехали, либо пытались выживать в университетах, где царил марксизм. Что касается тех, кого русские называли полуинтеллигенцией, Маркс называл их люмпен-интеллигенцией, а Паскаль – полуспособными, то их отправили в лагеря несколькими годами позже, при Сталине. Культурная революция таким образом была завершена. Результатом усилий большевиков стала замена старых элит, которые имели поколениями накопленные способности, определенные статусы, привилегии, новой элитой, набранной из социальных слоев, не имевших ни статуса, ни привилегий, и у которых были только способности. После истребления старой интеллигенции новая советская интеллигенция гораздо более многочисленная, чем старая. Благодаря промышленному и техническому развитию стало напоминать служилое сословие прежних московских царей, а точнее – новое дворянство, которому было приказано служить Петру Великому. Разрыв с культурными традициями, массовое появление новых семей без истории, тотальная незащищенность их статуса, чисто материальные привилегии, снижение уровня нравственности, вульгарность нравов – все это было тем, что пережило русское дворянство в XVIII веке. То, чему мы являемся свидетелями с 1953 года, И о чем, пишет Амалерик, напоминает развитие этой знати в годы Екатерины Великой. Интеллигенция разнородна, воспитывает себя сама, перестала жить в физическом страхе и снова принимает человеческий облик и нравы, но по-прежнему прочно интегрирована с государством и не помышляет о бунте. Трудности, с которыми сталкивается советский человек, пытающийся начать серьезно читать, непреодолимы. Чтобы не заблудиться, нужны указатели, а их все тщательно убрали. Культурное наследие России было извращено и искалечено, поэтому поиски смыслов становятся невероятно трудны. Искалечено, потому что книги были изъяты из библиотек, а крупных писателей не публикуют, и потому что даже классические произведения подвергаются цензуре. Извращено, потому что ощущение пропорции нарушено, а то, что позволено публиковать, представлено в искаженном свете. Если бы в нашей литературе Беранже начал бы занимать более значимое место, чем Бадлер, а про Бальзака бы говорили, что он предтеча соцреализма, и если бы было запрещено с этими постулатами спорить, если бы Нервалю, Маларме, Прусту отказали в существовании, если бы Арагона и Сартра не публиковали, то произошла бы именно та фантасмагорическая деформация, которая произошла в России. Когда западные туристы поражаются тому, что таксисты в Москве читают Горького, вместо того, чтобы читать периодическую прессу, это означает, что мать интереснее читать, чем газету «Правда», а также, что, читая Горького, таксист все равно таким образом не совершает свободный выбор в отношении культуры. А еще книги нужно уметь читать, нужно осознать, что преступление и наказание – это не социальная сатира на капиталистическое общество, не реалистическое описание тяжелой жизни студентов и даже не памфлет, направленный против идеи революции. Но, чтобы это понять, нужно получить воспитание, не затронутое медленной психологической обработкой, которая начинается с детского сада, а завершается длинными предисловиями к преступлению и наказанию. В ситуации, где труды Розанова и Бердяева найти бесконечно труднее, чем труды Достоевского, концепция культуры должна быть заново найдена и обретена каждым отдельным человеком. А если настолько сложно найти труды, принадлежащие культурному наследию России, то как обстоит дело с западным наследием? Само понятие «наследие» было сведено до минимума и отчасти отвергнуто. Даже название страны было заменено на бессмысленную аббревиатуру. Не получив возможности вовремя ассимилировать идеи Фрейда, Вебера, труды по антропологии, идеи современного искусства и так далее, у страны не было возможностей проследить генезис западной культуры, увидеть ее в историческом контексте, для того, чтобы адекватно ее оценить. Субтитры создавал DimaTorzok